доброго времени суток всем пользователям канала вот такой вот полезный лайфхак про лайфхак про прожектор у всех кто занимается строительством ведет активный образ деятельности фотографы блогеры обязательно где-то хозяйстве имеется вот такая штука именуемая фонарь для подсветки в разных нужных случаях раньше были вот такие прожекторы значит в данный момент пришлось сделать вывод эти прожектором уже ничего не светит учитывая стоимость на электроэнергию вот к примеру вот этот прожектор здесь стояла лампа на 500 ватт здесь на 200 ватт здесь поменьше на 150 ватт то есть реально здесь почти киловатт был вот в этих всех лампах и широко использовать так такой можно сказать не не осветительный а почти нагревательный прибор крайне не экономично не целесообразно значит я подошел к этому вопросу следующим образом это что вы видите вот здесь взял заменил обыкновенную лампу от прожектора заменил на вот такую светодиодный датчик можно сказать как-то так от обыкновенной экономной лампочки для этого дела пришлось взять разобрать 10 ваттную лампочку достать из нее все вот то что находилось внутри а там находился как вы видите вот такой сам осветительный прибор но еще и можно сказать такой блок питания блок питания который подает соответствующее электричество вот на этот блочок для того чтобы это все дело работало здесь пришлось отпаять два контакта от блока питания которые подключались непосредственно к осветительному прибору и вот этот сам блочок поместить вот сюда вовнутрь ну современные сейчас есть такие видеоматериалы соответствующего такого как на камеру ручки разбирают там откручивают болтики там припаивают что-то довольно таки это принципе даже интересно смотреть но довольно таки не интересно это все снимать и монтировать поэтому просто делюсь самой идеей заменил высоко потребляемую лампу не экономичную на вот такой приборчик ну не приборчик а на такой вот элемент можете спокойно аккуратненько разобрать такую лампу и сделать тоже самое скажу кстати что изучая вот этот вопрос я разобрал несколько лампочек чтобы посмотрел и изучить что там находится внутри абсолютно разные модификации я довольно таки удивился когда открыл вот эту лампочку если предыдущих каких-то версиях которые я видел стоял вот такой вот приборчик он непосредственно со сами светодиоды то и с другой стороны были какие-то две лампочки которые преобразовывали это напряжение 220 какое-то напряжение которое идет уже на этот прибор то здесь когда ее вскрыл под этим вот колпачком сам осветительный был закреплен здесь то здесь стоял там целый можно сказать какой-то iphone 6 столько там было деталей всего остального что я удивился что же не там все могут делать поэтому модификации самих ламп бесконечно разнообразные иногда они бывают вот такие здесь в этом случае она не была не разборная она была спаяна с этим пластиком пришлось ее вот просто обрезать вот эту спайку они есть вот такие которые просто вообще разбирается здесь на запчасти просто ее можно вот это открывается крышечка не буду открывать другие все разные модификации поэтому нет смысла это все показывать скорее всего что у вас будет какая-то другая и смысла в этом большого нету вот я купил такую вот штуку для того чтобы заменить здесь все эти приборчики и если взять вот такие небольшие фонари ну вот я их использую там в основном для освещения при съемках или там при каких-то строительных работах ну или где нужно освещение то здесь пошел один такой светодиодик здесь возможно тоже будет один какой-то центральный можно что-то поставить помощнее если естественно для такого прожектора то здесь нужно будет скорее всего я поставлю 2 то есть 10 ваттный с одной 10 ваттный с другой стороны мощность увеличится и практически за 20 ватт эта штука будет уже такой прожектор который даст мощное освещение для чего эти все движения он герметично закрывается то есть он может просто находиться где-то на улице под дождем ничего не случится снегом что удивительно кто работал кто знает что это за приборы вот когда он дает освещение он даст настолько нагревается что когда забываю взять его в руки он как утюг просто-напросто до того горячий здесь удивительно эта штука когда он начинает светить то берешь его он абсолютно холодный вообще не нагревается никак но нужно отметить что я сделал какое открытие когда монтировал вот этот фонарик когда включаешь его в сеть то вот эта сама пластинка она довольно таки сильно нагревается то есть довольно таки горячий я пришел к выводу что для того чтобы эти светодиоды давали достаточное количество света значит с одной стороны сама химическое вещество должно быть подогрета а с другой стороны на него подается электрический ток таким образом образуется вот то свечение которое нам необходимо в этом фонаре так поэтому вот у меня такая даже хитрая система не просто сюда поставил текстолитовая пластинка стоит под ним и я его так поставил чтобы он абсолютно электрически изолирован от всего металлического корпуса ну и чтобы исключить возможность какого-то там попадания тока на саму вот эту конструкцию и довольно таки просто это все переделывается и там действительно использованы те провода которые раньше были в этих прожекторах они рассчитаны на колоссальное нагревание вот этих ламп накаливания и в них стоят очень хорошая термоизоляция вот этих проводах вот я их и использовал для того чтобы они вот это все дело подключали значит освещали ну и уже последнее что нужно сделать все-таки показать как это все работает что я сейчас и сделаю вот сейчас включим этот фонарик посмотрим что он вот получается как видите такой прожектор что просто просто ничего не ослепляет ясно что вот и вот таким вот образом возможность появилась второй жизни вот этого прожектора то есть суммарно эти все три лампы должны были потреблять раньше порядка 800 ватт то здесь получается все три вместе они будут где-то потреблять если при одновременном включении где-то ватт 40 в 20 раз меньше вот такая полезная информация довольно таки понравилось мне это занятие интересно это все было разбирать и перепаивать так что пожалуйста примените у себя где-то в этих штуковинах и будет вам от этого польза а с вами был марк селлер на канале фанимашин скульд intro м м м м м Продолжение следует...